И по прошествии многих лет историки спорят, каким он парнем был. Под огромным слоем парадных портретов и выхолощенных скульптур подлинную личность вождя мирового пролетариата уже и не разглядеть. Именно поэтому выставку прижизненных портретов Ленина без преувеличения можно назвать уникальной. Тем более, что сохранилось этих портретов не так уж много. Смотря на свою значимость для страны, для своего народа, человек был очень скромен по своей природе, по своей натуре, поэтому он не любил позировать и немногим разрешал, чтобы с него делали какие-то зарисовки, портреты, скульптуры любили. Никогда этого не было. Ценность этих рисунков заключается и в том, что они сильно отличаются от привычных портретов главы советского государства. Художники, рисунки которых представлены на выставке, работали с живым Лениным, работали в его кремлевском кабинете на многочисленных заседаниях и совещаниях. При этом стать личным художником Ленина было довольно сложно, хотя не обходилось и без курьезов. Известный художник-скульптор-портретист Исаак Бровский тоже не сначала был допущен непосредственно к Владимиру Ильичу, чтобы зарисовать его портреты, не один портрет, а потом, показав рисунок своего наброса к Владимиру Ильичу, Ленин сказал, что он на себя тут не похож, то есть он не запретил ему рисовать дальше, он просто сказал, что он на себя не похож. Но, тем не менее, потом, чуть позднее, смотрелся набросок, представленный Бровским, и подписал этот рисунок, то есть поставил автограф, оставил какую-то памятную дарусь на надпись и сказал, что впервые подписываю то, с чем я согласен. Выставка, и это вполне логично, открыта в помещении кабинет и квартира Владимира Ильича Ленина в Кремле. Кстати говоря, вторая экспозиция, о которой мы расскажем, также имеет отношение к имени Ленина, хотя и косвенная. Она носит довольно романтичное название «Город над Вольной Невой», но посвящена она одним из самых трагических событий Великой Отечественной войны – Дням блокады Ленинграда. Предоставили нашим посетителям уникальнейшую совершенно выставку. Я бы сказал, что это даже жемчужина не в плане исполнения художественного мастерства, а отображения нашей истории. Выставка блокадной графики художника Александра Блэка находится в коллекции Государственного центрального музея современной истории России. 121 лист тонкого картона, на которых тушью, акварелью и белилами, остро и пронзительно запечатлены страшные будни жителей осажденного города. Он показывает все – и жизнь города, и борьбу города за жизнь, и моменты нравственного падения жителей, которые проявлялись и в том, что они захоранивали родных, пока не получат карточки продуктовые на них. Был, к сожалению, случай и людоедство, и все это представлено в работах Александра Эдуардовича Блэка. Выставка приурочена к 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Кроме Ленинских горок, ее провезут еще по нескольким городам России. Безусловно, экспозиции, о которых мы рассказали, лишь малая часть из тех мероприятий, которые пройдут этой осенью в Ленинских горках. Как говорится, будем следить за афишами. Максим Козлов, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.